Скушаю, что по поводу iPhone 11 будет очень много споров, так же как это было по поводу iPhone XR. Кто-то будет говорить, что этот iPhone говно, не стоит своих денег и вообще фуфло полное. Кто-то будет говорить, что это iPhone топовый и в принципе это лучший вариант. У меня есть своя точка зрения по этому поводу, ее я вам выскажу чуть позже. А пока хочется поблагодарить новых подписчиков, чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первый закрепленный комментарий, подпишись на канал и не забудь нажать колокольчик. Чтобы разобраться, стоит ли покупать iPhone 11, что там нового, подробнее изучить его внутренности, начинку и все-все-все нововведения, давайте переместимся на сайт Apple и посмотрим уже вместе с вами, что же там Apple нам предлагает. Свои комментарии и мнения по поводу данной модели iPhone пишите под роликом, я обязательно все прочитаю и всем постараюсь ответить. А пока давайте переместимся на сайт Apple и вместе с вами обсудим, что же там интересного с iPhone 11 нам показали. На первой самой странице нас встречает его дата начала продаж, с 20 сентября это не может не радовать, означает, что совсем в скором времени, менее чем через две недели, а даже через одну, у нас уже будет iPhone 11, и мы будем им пользоваться и наслаждаться этим замечательным девайсом, поподробнее изучим его, что же там Apple представили. Давайте переместимся немножко вниз, и здесь у нас такая замечательная анимация, iPhone у нас крутится, вертится и демонстрируются все цвета iPhone. Тут у нас изображена его алюминиевая рама, и мы можем посмотреть, как она выглядит в разных цветах. Изображен новый цвет фиолетовый, который выглядит довольно-таки неплохо, как по мне свежо и интересно, и по-моему фиолетового цвета в iPhone как раз-таки не хватало. Я в одном из роликов об этом говорил, когда еще 10 лет только собирался покупать. Здесь у нас мы можем увидеть желтый цвет, прикольно, интересно, но по-моему слишком броско. Это новый зеленый, который выглядит очень здорово, и возможно это мой будущий iPhone, пока не знаю. Черный цвет. Возможно кто-то считает, что черный iPhone это довольно скучная штука. Как по мне, лаконично, здорово, но непрактично. Генри Форд говорил, что автомобиль может быть любого цвета, лишь бы только черный. Я в принципе возможно с ним согласен, но не сегодня. Белый цвет. Белый цвет это тот, который мне нравится больше всего, и блин, вот очень хочется мне опять снова взять себе черный, тьфу, белый, белый, прошу прощения, iPhone, и пользоваться им продолжайте. Боюсь, что у меня тогда будет чувство, что я даже и не менял, собственно говоря, девайсы, и возможно стоит купить зеленый, как вы думаете, напишите в комментариях. Ну и красный цвет, детенки с которого идут в фонд борьбы со спидом. Здорово, прикольно, но красный мне не очень нравится. Здесь у нас изображена его задняя панель, мы можем посмотреть, как замечательно выглядят вот эти вот прикольные сдвоенные модули камер, и слава богу, что те сливы, которые показывали нам все, с черной такой огромной блямбой не оправдались. Примерно вот так вот они выглядели, сейчас посмотрим. Просто достаточно ввести iPhone 11, и на картинках мы увидим, как выглядели вот эти вот уроды, которых нам показывали. Китайцы, видимо, стырили где-то чертежи, 3D-модели, и видели, что здесь вот такой вот будет вырез, но не знали, как именно выглядеть будет стекло, а стекло-то у нас выглядит очень красиво. А они вот так вот это все изображали, и самое смешное, черт возьми, в этом то, что многие решили, что именно так будет выглядеть iPhone, и начали делать копии его. То есть китайцы действительно уже выпустили несколько копий iPhone вот с такими вот идиотскими модулями. Но еще более смешно то, что товарищи из Google, которые делают Google Pixel 4, подсмотрели эту идею у iPhone, и сделали вот такую вот хрень. То есть они действительно, я уверен, они стырили идею, они решили, ага, вот так вот будет выглядеть iPhone, а мы тоже замутим такой модуль. Но немножко они, мягко говоря, обосрались, потому что, ну, Apple сделали не так, а сделали немножко симпатичнее. Задняя панель мне безумно нравится, и претензий к ней нету. Как по мне, даже симпатичнее, чем в iPhone XR она выглядит. Плохое фото не выйдет, здесь рассказывается, что модули камер крутые, и действительно добиться какого-то хренового результата с помощью этих камер, это надо постараться. Здесь у нас добавили сверхширокоугольную камеру, в iPhone XR была одна, а здесь две. Напомню, что это все-таки, скорее всего, идейное продолжение iPhone XR, именно iPhone 11. И я хотел бы, конечно, чтобы сюда добавили портретник, потому что я обожаю фотографировать людей, в частности, своего сына. Если кому интересно, зайдите в мой инстаграм, там очень много примеров с разных смартфонов, в разных условиях. Ну, и просто, если интересно, подписаться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Так вот, здесь добавили вместо портретного объектива сверхширокоугольную камеру. Это тоже неплохо, что же, ну, будем делать прикольные тогда пейзажи на эту замечательную камеру. Здесь мы можем посмотреть пример того, как снято видео на iPhone. Стас, ай, как просто сказал на презентации, что здесь вот обвесы, стабилизаторы и прочее. Но, извините меня, я уверен, какими бы обвесами вы не обвешали тот же самый Xiaomi, качество такого не получится, потому что все-таки, ну, хромает запись видео на других Android-смартфонах. А здесь мне все нравится. Многие ролики на канале, да блин, чего уж там, все ролики на канале я записываю на свой iPhone, и камер мне никаких, собственно говоря, не нужно. Также очень приятно, что они добавили редактор видео прямо в iOS, и теперь можно удобно редактировать ролики. Этого раньше не было, этого раньше очень сильно не хватало. Банально, чтобы перевернуть ролик в какую-то другую ориентацию, приходилось скачивать сторонние программы, конвертировать там ролики, терять качество. А здесь все под рукой и очень удобно. Действительно, iPhone превращается в такой универсальный инструмент для блогеров и просто для людей, которые любят снимать и фотографировать. Здесь пример снимка с iPhone, и мы сразу же видим, что это никакая не фальсификация, не снимок, сделанный на профессиональную камеру. Это действительно снимок с iPhone, потому что видим шероховатости, неровности, шумы, фото сделано в движении, и фото действительно классное. Такую фотку прикольно выложить в Instagram, и, блин, здорово, что сказать. Здесь у нас пример, сделанный на ультраширокоугольную камеру. Мы можем видеть, насколько много деталей входит в снимок, насколько круто это выглядит. Напомню, что во многих смартфонах Android тоже есть широкоугольная камера, сверхширокоугольная. Но там немножко страдает качество постоянно, то пересветы, то недостаток деталей. Здесь же все должно быть идеально. Я надеюсь, Apple не будут экономить и добавить сюда действительно мощный, хороший модуль. Далее мы видим примеры других снимков. И, блин, здорово. Ширик это интересно. У меня еще не было такого объектива. Я буду рад попробовать и оценить его. Здесь нам рассказывается о том, что iPhone научился фотографировать в темноте. Это здорово. Это тоже очень здорово, потому что различные фирмы, такие как Huawei и Honor, делали практически себе именно этой функции. За счет того, что просто делали более длинную выдержку в темноте, они больше деталей захватывали. iPhone такого не мог, но не не мог, потому что там какие-то суперские модули у Huawei, а просто потому, что не было такой функции добавлено софтверно. Теперь она есть и iPhone может полноценно соревноваться с другими гаджетами. Напомню, что вот этот снимок сделан в кромешной тьме. Далее мы видим еще один хороший пример того, как делаются снимки. То есть здесь ночной режим выключен, здесь включен. Ну, здорово. Конечно, в реале я уверен, что парень вот так вот в темноте сидел, но в Instagram или куда-то выложить вот такую фотографию, по-моему, очень даже интересно будет. Здесь мы видим пример портретного режима. Портретный режим это моя любимая функция во всех вообще iPhone'ах сейчас, потому что они это делают лучше всего, как по мне. И портретные снимки выглядят действительно классно. Задний фон нас не отвлекает, мы сосредоточены на переднем объекте. Детализация, качество и степень размытия, обводка объекта. Все здесь здорово, никаких ошибок нет. И мы можем видеть вот по вот этому сложному моменту, где у нее на руке волоски и где здесь вот небольшой локун у нас торчит. Все обведено просто идеально. Видим, что машинное обучение не пропускало уроки и обучалось все это время. И действительно результат удивляет. Далее мы видим пример еще одного прикольного функционала. Это удаление фона. Теперь можно заменять фон не только на черный, но и на белый. Мы видим, насколько это прикольно здесь получилось. То есть даже вот здесь, где у него штанина, все удалилось здорово. И выглядит это действительно классно, прикольно, как будто в студии сфотографировано. Далее еще несколько примеров снимков. Ну, блин, камера айфона меня никогда не оставляла равнодушной. Я обожаю айфоны, обожаю фотографировать на айфоны. По-моему, снимки на них получаются самыми приятными, что ли. Не знаю, возможно там деталей где-то будет больше на Xiaomi каком-нибудь. Но вот эти вот снимки такие ламповые, домашние. Как будто, знаете, взяли какой-то пленочный фотоаппарат и сфотографировали. Все выглядит очень здорово. Мы видим, что айфон действительно становится практически профессиональным инструментом для блогеров. И вот мы видим здесь одно из основных нововведений. Это то, что добавили замедленную съемку. И самое главное, 12-мегапиксельную камеру на фронтальную панель. То есть у нас здесь будет отличная запись видео. Обязательно заценим, когда я куплю этот айфон. Совсем недолго осталось. И посмотрим, как он снимает ролики. И насколько сильно изменилась фронтальная камера. Обязательно сравним его с айфоном XR. Здесь нам рассказывают про влагозащиту. Видим, что айфон можно погружать до 2 метров до 30 минут. Вдвое глубже теперь его можно погружать. Но я бы этим не баловался. Но зато, если пойдет дождь, будет спокойнее спать. Под дождем, как обычно. Зимой и летом своим цветом. Рассказывается про TrueTone, Liquid Retina и прочее. Но, по-моему, дисплей остался тот же. Если его изменили, то совсем немножко. Ну, дисплей айфона XR мне всегда нравился. Никаких к нему претензий нет. Я готов пользоваться этим дисплеем дальше. И ничего мне в этом плане не мешает. Выходим на полный рабочий день. Здесь говорится о том, что аккумулятор живет еще дольше. Честно говоря, айфон XR жил и так очень долго. И даже по сравнению со многими Android флагманами, он их обыгрывал. То есть, он жил действительно долго. А теперь еще дольше будет жить мой айфон 11. Это здорово. Это не может не радовать. Я и так-то айфон заряжаю раз в полтора-два дня. Процессор просто Pro. Ну, тут и не поспорить. Процессор у них всегда просто Pro. Во время презентации был замечательный момент, когда сравнивали процессоры Apple с процессорами Snapdragon. И это еще раз доказывает, что баллы в Antutu ничего абсолютно не говорят. Так как там 855 Snapdragon был ощутимо слабее, чем даже Apple A12. Не говоря уже про Apple A13. Да и в принципе, по примеру того же iPhone 6s, мы можем понять, что производительности в Apple будет ё-моё. Так как он до сих пор еще не тормозит и работает неплохо. А там процессор стоит на секундочку Apple A9. Здесь же у нас установлен Apple A13, который... Ну, блин. На самом деле, я уверен, что этот смартфон не затормозит еще даже тогда, когда я уже продам его. Я уверен, что он будет работать без проблем. В общем-то, это все, что нам Apple хочет сказать про свой iPhone. Здесь они сразу же предлагают прикупить аксессуарчики, чехольчики и прочую хрень. Этого мы делать, конечно же, не будем. iPhone мы с вами обсудили. Пишите свое мнение по поводу этого замечательного гаджета. Мне приятно, что мы с вами в такой дружеской обстановке посидели, обсудили его. Напоминаю про свои социальные сети, Instagram и второй канал. Не забывайте подписываться и на этот канал, потому что здесь будет еще очень много роликов. Здесь будет обзор этого iPhone 11. Надеюсь, мне получится достать где-то iPhone 11 Pro и тоже его рассмотреть вместе с вами. А пока всем хорошего дня, хорошего настроения, ребята. Почаще улыбайтесь и покупайте только правильные гаджеты. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok